Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Среда, 17 января и также пользуясь случаем хотел сообщить, что сегодня пройдет тематический вебинар по тематике торговли по системе VSA. Если вы для себя более подробно хотите изучить данный подход, то приглашаю вас на вебинар, который будет сегодня в 19.00 по Москве, ну а ссылку на регистрацию вы сможете найти под этим видео. Итак, давайте посмотрим, что на текущий момент происходит на финансовых рынках сегодня в среду и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар сегодня с утра в первые несколько торговых часов мы видели уход выше максимальной значения, которую мы увидели 16 и 15 января. Ну а дальше уже пошла тенденция вновь нисходящая. Мы опустились от максимума в порядка 100 пунктов. На текущий момент тенденция на покупку сохраняется, но велика вероятность начала коррекционного движения, особенно в том случае, если цена сможет уйти ниже отметки 1.2196. Это минимальные значения, которые были зафиксированы вчера, поэтому на текущий момент за данным уровнем нужно внимательно следить. Ну а цели по продолжению роста это уже движение в область 1.25. Практически такая же ситуация с парой британский фунт и американский доллар. Также мы с утра сегодня обновили максимальные значения, затем пошли в коррекцию, поэтому здесь важное значение будет иметь тот минимум, который был зафиксирован вчера на отметке 1.3741. Если он сможет устоять от нисходящего движения, то с большей вероятностью тенденция восходящая продолжится, и мы увидим британский фунт на 1.39 и далее уже на 1.40. Ну а в том случае, если сможет пара закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели вчера, то уже вероятно развитие коррекционного нисходящего сценария. Пара американский доллар и канадский доллар сегодня с утра торгуются уже чуть выше максимальных значений, которые были зафиксированы вчера, поэтому в рамках часового таймфрейма появляются все предпосылки завершения нисходящего движения, которые мы отслеживали последнюю неделю, и вновь возобновление роста с целями на 1.2598. Продажи по данной паре будут актуальны в том случае, если мы увидим канадец ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера, на отметке 1.2396. Пара американский доллар и японская иена пока продолжают свое также нисходящее движение. Следующие цели находятся на отметке 110 и 108.87. Ну а ближайший разворотный уровень находится на максимальной значении вчерашнего дня, отметка 110.97. Закрепление выше данных уровней уже вернет нас к покупкам по данной паре. Австралиец продолжает свой рост. Так же, как и по евро, сегодня мы видели выход уже обновлений максимальной значений за последнюю торговую неделю. Доходили до отметки 0.7989, но дальше уже пошли вновь в коррекцию на порядка 60 пунктов. Если австралиец удастся удержаться выше отметки 79.36, то тенденция на укрепление сохранится и, собственно, дальше продолжение роста мы увидим. Но в том случае, если австралиец может закрепиться ниже данного уровня, то вероятно завершение восходящего сценария, который у нас был отмечен ранее и переход уже непосредственно к снижению. Еврофунт на текущий момент продолжает свое восходящее движение. Следующие цели находятся уже на отметке 89.06, максимум, который был зафиксирован вчера, и далее уже на 89.77. Ближайший разворотный уровень по данной паре мы можем отметить на минимальное значение у вчерашнего дня, отметка 88.61. Пока торгуемся выше данного уровня, покупки остаются в приоритете. Золото на текущий момент продолжает свое восходящее движение. Сегодня с утра мы также торговались выше максимумов, которые были зафиксированы вчера. Ну и следующие цели по движению – это область уже 1359 долларов за тройскую унцию. Ну а ближайший разворотный уровень мы можем отметить на минимуме вчерашнего дня, отметка 1331. Уход ниже данного уровня возвращает золото уже к коррекции в рамках часового таймфрейма. Нефть марки Brands вчера смогла закрепиться ниже минимальной значения, которую мы видели 15 января, что возвращает нас пока к коррекционному нисходящему сценарию по данному активу. Ну и более важный уровень находится на минимальной значениях 12 января, область 68.80. Если говорить о возобновлении покупок, то здесь важно увидеть обновление максимальной значения, которую мы видели вчера и в понедельник на отметке 70.45. По индексу DAX начал восходящего движения, о котором мы говорили вчера, состоялось. Было не столь продолжительным, потому что уже к концу торгового дня мы обновили минимальные значения, которые были 15 января и вновь перешли в фазу снижения по индексу DAX. Поэтому на текущий момент следующая цель находится уже на отметке 13117 и 12813. Ну а возобновление роста уже будет актуально после обновления максимальной значений, которые мы видели вчера на отметке 13354. По биткоину пока на текущий момент мы видим продолжение нисходящего движения. Коррекция, ну в принципе, сохраняется по всем криптовалютам. Я думаю, что все на это обратили внимание, кто среди за рынком криптовалют. Ну и биткоин, ключевая криптовалюта не остается без внимания. Коррекция также сохраняется. Возобновление роста уже по данному активу будет обусловлено уходом выше отметки максимальное значение, которое мы видели вчера на отметке 13881. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Всем желаю хорошего торгового дня. И напоминаю, что если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк. Если у вас есть вопросы, то пишите их в комментариях. Всем спасибо за внимание и до свидания.